Что старит женщину больше всего? Сегодня мы поговорим о некоторых таких вещах. Это такой вопрос пикантный, но я постараюсь быть нежным. Дело в том, что в современном мире мы к возрасту относимся, можем себе позволить относиться не так, как это было в предыдущих поколениях. Потому что сейчас по человеку иногда бывает сложно сказать, сколько ему лет. И это больше, знаете, выбор, то, как он выглядит, чем вот такая предопределенность, связанная с возрастом. Потому что я вот недавно видел парней, ну им так вроде бы, я так понимаю, по косвенным признакам, что им там чуть-чуть за 30. А выглядят они как такие уже под 50 мужики. То есть они так себя запустили, и вот такое у них здоровье так и не выглядит. В то же время можно видеть женщин, которым, ну ты узнаешь с удивлением потом, постфактум, что ей там где-то 50, чуть за 50. А выглядит она как будто ей чуть-чуть за 30. То есть получается, что то, как мы выглядим, наш социальный возраст, это уже давно стало нашим выбором. То есть человек, по сути, как хочет, ну в какой-то, в каком-то диапазоне, так он и выглядит. И сегодня я хотел бы поговорить о тех вещах, которые женщин ставят. Меня зовут Евгений Масеев, я психотерапевт и эксперт по отношениям. И сегодня мы говорим о тех вещах в поведении женщины, которые делают так, что она выглядит старше, ее начинают так воспринимать, она, соответственно, по этому поводу грустит. И, в общем, ну чтобы мы все с вами не грустили, смотрим это видео. Если вам эта тема интересна, ставим лайк, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, и мы начинаем. Одежда. Прежде всего, очень важно, чтобы женщина обращала внимание на то, как она одевается. И тут правило очень простое. Одеваться нужно так, как ты хочешь. Нужно как можно чаще понимать, что вот я так-то хочу одеваться, и как в результате я одеваюсь. И чаще ходить в магазины, как-то обновлять свой гардероб или вообще этим заниматься. Хуже всего, когда женщина просто забивает на то, как она одевается. И такая ситуация чаще всего бывает, когда женщина сталкивается с какой-то проблемой. Когда на психотерапию приходят женщины, как правило, есть какая-то застойная, неразрешимая проблема. Чего человек вообще пришел на психотерапию? Предположим, там длительная проблема с матерью в отношениях, с мужем, с детьми, с начальником, какие-то бессонницы, скажем, какие-то тревожные приступы. Ну вот что угодно. Что-то куда-то уперлось, не может дальше продвинуться. И вот эта проблема, проблема ее как-то истощает ресурсы. Ты постоянно в этом думаешь, куда тебе там уже одеваться. Ты берешь то, что в шкафу ближний лежит, вот ты то одеваешь на себя и в этом и ходишь. Если, предположим, женщина работает где-нибудь, скажем, в офисе или где-то вот она служащая, и у нее ее рабочая одежда, это деловой костюм, ну то есть строгий костюм. Вот она постоянно ходит в этом строгом костюме, и потом потихонечку она как-то, вот у нее такой образ формируется, что она ходит постоянно как такая, ну вот старая заучь, в общем, понимаете? Тут, понимаете, тут даже образ вот такого старого зауча, он содержит в себе слово старый. То есть нету этой гибкости, нету вот какого-то вот соприкосновения с собой, то есть теряется контакт с собой, который проявляется в том, как женщина одевается. Поэтому такая женщина начинает выглядеть старше. Вторая проблема, которая тоже старит женщину, она, как правило, здесь же вот идет, в этом же как бы букете, это такие потухшие какие-то грустные глаза без искры жизни. То есть вот когда женщина опять же находится в ситуации, когда есть длительно неразрешенные какие-то проблемы, или скажем, она там как-то так получилось, что она вот взвалила на себя слишком много каких-то обязательств, много ей работы, и скажем, она дома тоже там что-то замужа делает, или не может никак с ним разрешить какие-то проблемы, в результате чего, что он там сидит ничего не делает, а она перенапрягается. Она ходит, у нее такая опять же субдепрессия уже, ей уже ничего не интересно. И в такой ситуации, конечно же, там даже есть такие физиологические какие-то особенности, когда опускаются уголки глаз, когда нависают вот эти вот не брови, а верхнее веко немножко, такой птозис получается, то, собственно, глаза вот эти вот женщины выглядят такими более, как будто бы она старше своего возраста. Понимаете? Вот с чем у вас ассоциируется взгляд ребенка? Удивление, широко раскрытые глаза, потому что ребенок, во-первых, всему удивляется, во-вторых, ну, в принципе, дети, как бы у них более такая экспрессивная эмоциональность, ну, и потом нужно понимать, что чем человек старше, тем у него лицо, ну, как бы немножко спускается кожа, а молодые вот люди, дети в частности, у них, ну, вот, почему подтяжки делают? Ну, у них лицо, ну, еще нет вот этих вот опусканий лица. Соответственно, если человек, например, ну, часто испытывает какие-то эмоции, такие как, ну, когда мы поднимаем вот брови, когда мы удивляемся, удивление, радость, восторг, восхищение, вот, ну, человеку смешно, то есть чем больше ты испытываешь этих эмоций, то, соответственно, ты выглядишь, ну, как бы моложе. Если ты этих эмоций не испытываешь, потому что тебя там муж дома постоянно пилит, или у тебя какая-то ситуация непонятная там с матерью, которая тобой постоянно манипулирует, то ты постоянно ходишь с таким потухшим лицом, вот, опущенным, и у тебя глаза не блестят, потому что, ну, вот, ничего ты не ожидаешь, что может что-то интересное такое произойти. Соответственно, ты выглядишь, ну, старше своего возраста в такой ситуации. Следующая вещь тоже с этим связана, осанка, осанка такого грустного человека. Опять же, когда женщина сталкивается с какой-то проблемой, к психотерапевту не ходит, а сама себе с ней сидит с этой проблемой, у нее возникает субдепрессия. Субдепрессия – это понижение настроения от такого уровня, который еще не является вот клинической депрессией, то есть это еще не депрессия, но такая поддепрессия. И вот в состоянии такой субдепрессии, как правило, женщина, потому что длительно неразрушаемые проблемы, она находится в таком вот состоянии, где она как будто бы, знаете, марионетка повешенная на крючочек, вот такая вот, то есть получается плечи опускаются, сутулиться немножко позвоночник, голова опускается вниз. Когда такие люди, женщины в частности, когда такие женщины ходят по улице, они смотрят себе скорее под ноги, чем прямо, куда-то вниз, голова опущена. То есть вот депрессия – это защитный механизм, который нужен нам, когда человек сталкивается с неразрешимой какой-то проблемой и не получается у него активно ее решить, и он просто выжидает. То есть по сути депрессия – это как такой стендбай, понимаете? Но мы же говорим о ситуации, когда женщина оказалась в этом не по своей воле, и в принципе желательно было бы как-то разрешить эту ситуацию, но она ее не решает, и вот она ходит такая вот, как бы, знаете, говорят, с креста снятая, такая вот немножко сутула, как повешенная, и соответственно, такие люди естественно выглядят старше своего возраста. То есть она такая ходит, со стороны кажется, не потому что она придавлена этой субдепрессией, не потому что у нее есть проблемы, которые она не может решить. Кажется людям со стороны, что она уже, ну, у нее ветхое тело, она уже не держит что ли позу свою. Знаете, бывает так, что вот особенно после 40 люди, как правило, начинают чувствовать, что люди, которые помладше, они не застали то, что они застали. По крайней мере, есть такое замечание, помню, нам профессор на кафедре говорил, что после 40 люди чаще говорят что-то типа вам не понять, но вот я еще помню видеомагнитофоны, например, ну, в таком плане что-то. Вам сложно понять, что вот я переживал когда-то. Когда женщина начинает говорить, ну, не важно сколько ей лет, она начинает говорить что-то там типа ой, вам сложно понять, каково это было с купонами за сахаром стоять, или что-то такое, в видеомагнитофоне косе эту перематывать. Когда вот начинаются вот эти все разговоры, или не дай бог еще такая менторская позиция, что вы знаете с вашими там этими интернетами. Я когда училась, у нас интернета не было, я ходила в библиотеку, там сидела, читала в зале, переписывала. Когда начинаются вот такие вот высказывания в таком контексте, как будто бы я тебе сверху учу, как ты, каково жизнь, каково, как бы, когда начинаются вот эти вот менторские такие вещи с позиции того, что я мудрая, потому что старая, естественно, что женщина это старит. Поэтому очень важно отслеживать за собой, нет ли, не появляется ли у вас вот этого такого, ну, по сути, как ворчания уже какого-то. Ну, и следующая вещь, которая старит женщину, это вот эти вот фразы, типа, уважайте мой возраст, уважайте мои седины. Дело в том, что часто бывает так, что, предположим, на работе, женщина какое-то время работает в какой-то компании, и вот она чувствует, что она много туда вложила своего времени, своего какого-то, своих сил, она достаточно уже компетентна в том, что она делает, вот все хорошо, и тут появляется какая-нибудь молодая девчонка, ну, или парень, неважно, какой-то молодой сотрудник, и он начинает вести себя как все молодые, то есть как-то энергично, экспрессивно, может быть, иногда как-то перетягивает с одеяло внимания на себя, при этом, естественно, он делает все не так хорошо, как ты делаешь, и у тебя возникает такое чувство, что, ну, как будто бы, мы не можем с ним прямо конкурировать, я же ведь лучше, чем он, потому что ты дольше работаешь, и вместо того, чтобы говорить уважай мой опыт, ты говоришь уважай мой возраст, ну, ты можешь так прямо не говорить, но ты можешь как бы посылать такой сигнал, то есть, мне вот сложно себе представить, чтобы, например, женщины, такие типа, как, типа Мадонна, там, Дженнифер Лопес, которым там так уже хорошо за 50 лет, а выглядят они так, как будто бы им 30 лет, ну, как бы ничего не изменилось, вот, чтобы они где-то вот начинали там говорить что-нибудь в плане, там, вступите мне в метро-место, там, то есть, уважайте мой возраст, уважайте мои седины, то есть, если ты требуешь, чтобы кто-то уважал тебя за то, что ты старше, это означает, что ты не уважаешь человека за то, что он младше, то есть, по сути, понимаете, это как бы, ну, это какой-то вопрос неуверенности в себе, вопрос какой-то своей некомпетентности в чем-то, если вы получите удовольствие от себя, вы уверены в себе, то вы не будете требовать, чтобы вас уважали, потому что вас либо уважают, либо не уважают, это же невозможно требовать, если подытожить, то женщин, вот так, глобально старят две вещи, это наличие каких-то неразрешенных и неразрешаемых проблем, которые приводят к тому, что женщина выглядит, такой истощенный, как бы уставший, соответственно, старший. И вторая вещь, это какая-то нереализованность, опять же, какое-то вот переживание какого-то, возможно, кризиса в своей жизни, которая, ну, где тебе кажется, что одной из причин, почему ты оказался в этом кризисе, оказывается возраст, что на самом деле не так. То есть, на самом деле, все эти вещи можно, так сказать, решить в рамках просто психотерапии, просто нужно понять, где ты что-то недорабатываешь, где ты не решаешь какие-то проблемы, которые можно было бы решить, и в принципе, все эти вещи уходят. Ну и, конечно, помните о том, что есть объективные вещи, которые старают женщину, такие как вредные привычки и, ну, там, скажем, нездоровый образ жизни, я имею в виду там режимы и прочие вещи. На этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, что старит женщину больше всего и как у вас получается выглядеть так молодо. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте, пожалуйста, лайк вот этим видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, берегите себя и своих близких и до встречи в следующих выпусках.